Донбассу не нужны юристы, требуются физики и математики. Особенность нынешней вступительной кампании – отсутствие очередей. И 15 попыток стать студентом. Ведь подавать документы можно сразу в 5 вузов на несколько специальностей. Несмотря на это, абитуриенты все равно подделывают документы. За ходом приемной кампании наблюдал Дмитрий Кочергин. Во дворе национального университета уже с утра много абитуриентов. Волнуются вместе с родителями. В волнении, конечно, есть. Поступить хочется. Но мне нравится английский язык. Довольно неплохо сдал. Я думал, будет хуже. Надо же сына поддержать, чтобы он не переживал. Мы сами-то переживаем, как еще. Тем более столько людей и такой институт. Это престижно, чтобы сюда попасть. Представители вуза текпеливо рассказывают поступающим о факультетах. Залог успеха – хороший конкурс. Ведь случай недобора уменьшат финансирование. Обычно мало желающих изучать биологию, химию, физику и математику. Вы получите квалификацию программиста. Вы будете владеть веб-технологиями, технологиями баз данных. Это операционный зал приемной комиссии Донецкого национального университета. Здесь абитуриенты подают документы на поступление. Светло, работают кондиционеры, давки и ажиотажа нет. Основной лопой в приемной комиссии ожидают 7 июля, когда все получат результаты тестирования. Каждая заявка обрабатывается примерно 15 минут. Операторы говорят, помогает единая электронная база, в которую занесены все результаты тестирования. Оригинал из своих документов принесешь, положим в свое дело, то есть на ту специальность, на которую ты конкретно хочешь идти. Однако находятся желающие обмануть компьютер. Для этого абитуриенты подделывают справки и сертификаты. Когда справка подделывается, ксерокопируется и пытается выдаться за оригинал. То есть ухищрения достаточно детские. Почему? Потому что те же сертификаты проверяются централизованно киевской программой. Мы к ней не имеем абсолютно никакого отношения. Значительно снизился госзаказ на экономистов и правоведов. Тем не менее, конкурс на эти специальности традиционно высокий. Тарас закончил учфин. Говорит, теперь главное найти работу. В банк, конечно, есть спрос, но туда надо еще для начала попасть, потому что не все так просто всегда. Конечно, надо найти место, надо ходить, разговаривать. В этом году внешнее независимое тестирование сдали около 20 тысяч выпускников Донецкой области. Каждый из них сможет подать заявление в 5 вузов на 3 специальности. Дмитрий Кочергин, Тимур Соколов, Телеканал Донбасс.